Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В прошлом году ВРП Башкортостана составил 1 триллион 750 миллиардов рублей. Отработав этот период в течение года в рамках этого указа, мы сегодня уже имеем возможность переосмыслить каждые показатели этого указа, этого документа и понять, насколько можно его корректировать и нужно его корректировать или нет. В том числе с точки зрения опыта уже работы вот в этих непростых условиях. Ну и по итогам прошлого года экономика Башкортостана опережала среднероссийские значения и индекс промышленного производства в республике превысил почти на 2% общий российский показатель. Ну а в строительстве рост зафиксирован на 7% выше среднего по стране. Премьер-министр правительства Андрей Назаров встретился с делегацией Катара. Башкортостан станет первым из регионов страны, который привлечет катарские инвестиции, а также начнет поставлять местную продукцию на Ближний Восток. В настоящий момент уже более 25 региональных компаний заинтересовались этой перспективой. На встрече с катарской делегацией, с Кабмином была и моя коллега Кира Николаева. Все подробности в ее материале. Делегация Катарско-Российского центра сотрудничества продолжает работать в Уфе. За время визита гости провели ряд встреч с представителями торгово-промышленной палаты, Госкомитета по внешнеэкономическим связям и конгрессной деятельности и региональными экспортерами. Пока никаких документов не подписано, но не исключено, что же в ближайшие дни намерения о сотрудничестве лягут на бумагу. Как отметил премьер-министр Андрей Назаров, республика имеет большой потенциал в части развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Регион по большинству показателей входит в первую десятку субъектов России и производит товары, конкурентоспособные на мировом рынке. С удовольствием готовы поддержать все ваши инициативы, о которых вы говорите и по встречам, и по визитам. Но самое главное, конечно, это наша работа, которая приведет к взаимному обогащению регионов вашей страны и нашего региона. Это очень важное направление. Здесь мы, конечно, видели бы и ваших инвесторов, наверное, есть такие, которые интересуются стабильными, перспективными регионами Российской Федерации. И, наверное, Башкортостан без привлечения один из самых подходящих для этого регионов для развития, для инвестиций, для сотрудничества. Представители Катара планируют организовать в Башкортостане ряд совместных предприятий. Основными направлениями для сотрудничества могут стать сельское хозяйство, туризм, нефтегазовая отрасль, экспорт продукции по стандартам халяль, а также несырьевой экспорт. Отмечу, доля последнего сегодня в регионе составляет почти 60%. На сегодняшний день, к сожалению, внешний торговый оборот между Республикой Башкортостан и государством Катар практически равно нулю. Там есть небольшой процент. И для нас очень важно показать и донести до рынка Катара, что товары Республики Башкортостан – это те товары, которые конкурентоспособны и должны быть представлены как в государстве, так и в магазинах Катара. Бизнесменов из Катара привлекло наличие особой экономической зоны ОЛГА и территорий, опережающего развитие, где действуют налоговые льготы. Поддержку в поиске партнеров и в налаживании отношений с местными властями бизнесменам из Катары окажет в том числе и Торгово-промышленная палата Республики. Мы планируем обсудить возможность заключения стратегического соглашения с Республикой Башкортостан по реализации этих мероприятий. И видим, как следующую рэперную точку участия государства Катар в качестве страны-гостя в Петербургском международном экономическом форуме в июне следующего года. К какому моменту мы очень надеемся, что целый ряд элементов сотрудничества между Республикой Башкортостан и государством Катар уже могут быть реализованы и объявлены в рамках этого форума. По итогам прошлого года внешнеторговый оборот Башкортостана с Катаром составил 10 тысяч долларов. Основой экспорта стали продукция машиностроения, химической промышленности и изделия из металлов. Как отметили гости, данный показатель они планируют увеличить несколько раз уже в ближайшие три года. Кира Николаева, Рамиль Хайрулин, новости РБК УФА. В Машкортостане появится институт проектных менеджеров. Его главной задачей станет сопровождение приоритетных инвестиционных проектов до стадии реализации. Работать институт будет при корпорации развития региона. Инициатива призвана усилить инвестиционный потенциал. В прошлом году в республике удалось привлечь порядка 322 миллиардов рублей. Ну а к 2024 году планируется увеличить эту сумму почти в два раза. По данным Минэкономразвития, по динамике инвестиций Башкортостан опережает среднероссийские темпы почти на 12% и входит в треть субъекта федерации, сохранивших положительные значения этого показателя на фоне пандемии COVID-19. На завершающей стадии у нас находится создание торгового дома. Правительство тоже ставили такую задачу. Его суть заключается в создании единого оператора, который будет централизованно продвигать продукцию, производимыми башкинскими предприятиями. Здесь совместно с Центром стратегических разработок федерального уровня Мы отработали всю документацию, механизм и готовы презентовать его вам. Еще одним механизмом привлечения вложений в региональную экономику стал так называемый магазин готовых решений. Инвесторам предлагают уже готовые бизнес-планы с разрешительными документами и инфраструктурой. Такой метод используется в развитии сети объектов республиканского придорожного сервиса. В результате привлечено 26 инвесторов с общим объемом вложений порядка 4 миллиардов 300 миллионов рублей. В пещере Шульганташ временно приостановит экскурсии. Также руководство федерального заповедника ограничило и заселение в гостевые дома. Информацию РБК УФА подтвердили в руководстве заповедника. Но и основной причиной назван рост числа заболевших вирусной пневмонией и коронавирусом. Предполагается, что экскурсии не будет с 17 октября по 1 ноября. Дальнейшее возобновление работы будет зависеть от текущей ситуации с распространением инфекции. По данным руководства заповедника, интерес туристов в этом году значительно вырос. В июле в пещеру приезжали до 1400 человек в день. Как сообщают в Госкомитете по туризму, ограничения могут затронуть и другие туробъекты, но только в случае изменения указа главы республики о повышенной готовности. К этому часу это вся информация. Оставайтесь с РБК.